Сегодня делаем без иммобилайзера блок Рено Кангу. Это у нас получается Siemens Sirius 32N, машина 2003 года. Делать мы будем без скрытия с помощью MD-флэшера. Для того, чтобы делать без скрытия, блок нам надо подсоединить. Значит, у нас уже заготовлены разъемы для этого блока. Остается только его одеть. И защёлкнуть. Всё. Здесь сделано не только для Sirius 32N, но распиновка ещё сделана для Sirius 31-32, Sirius 34 и для Sirius D42. То есть, вот переключаем просто. Это у нас бензонасос. Это для 34-го, это для 42-го. Это фейлпамп, то есть бензонасос. Кайл-линию соединяем. Датчик распредвала. Это для 34-го. Ну, в общем-то, вот так сделан разъём. Сразу на несколько видов блоков. Итак, мы подключаем наш стенд. И драйвера катушек и форсунок. Теперь нам нужно попробовать его работоспособность блока. Включаем питание. Включаем. Так, сначала мы включим вот сюда. Питание стенды. И теперь можем посмотреть. Включаем сжигание. Это главный реле бензонасоса. Реле бензонасоса сработало. Выводим 60-2. И включаем. Ничего не происходит. То есть тишина. Реле бензонасоса не срабатывает. Катушки-форсунки тоже не срабатывают. Сейчас берём адаптер Zialink. MD-Flasher. Запускаем программу. И будем читать блок. Затем будем делать с помощью того же MD-Flasher EMA OFF. И заливать дамп обратно. Итак, открываем модуль Renault C167Boot. Выбираем Sirius 32. Вот он у нас уже выбран. Включаем зажигание. Считаем ID блока. Вот, пожалуйста. Хардвер и версия софт. Всё обозначилось. Ну, теперь давайте войдём в сервисный режим. С первого раза не получилось. Давайте ещё разочек войдём в сервисный режим. Бывает и такое. Ничего страшного в этом нет. Со второго раза, пожалуйста, всё получилось. Так что не переживайте. Перезапустите ещё раз сервисный режим. Включите. И тогда всё пойдёт. И читаем флеш. Читаем довольно быстро, уверенно. Напомню, читаем Sirius 32N. Это Renault Kangoo. 2003 год. Сохраняем файл на рабочий стол. Напомню, что файл после этого чтения сохраняется в формате Siemens. То есть, чтобы его обработать, надо его в формат нормал. Открываем IMO. Находим Renault EMS 3132. Преобразуем файл из Siemens в нормал. Значит, здесь вверху сначала нужно выбрать, что это Sirius 32. Вот. Теперь преобразуем из Siemens в нормал. Так, вот наш файл. Всё, преобразование прошло. И теперь делаем патч. Всё, отключает иммобилайзер, пересчитывает контрольную сумму и просит сохранить. Пишем IMO. Не забываем, что сейчас файл у нас в формате нормал. Преобразовывать его нужно из формата Siemens только тогда, когда делаем патч. При записи программа сама переконвертирует его из формата нормал в формат Siemens. И запишет, что сейчас я вам покажу. Открываем флэш, который мы подготовили. IMO. Вот она. Вот он сам предупредил. Неверный формат. Преобразовать. Нажимаем преобразовать. Неверный формат. Ничего не боимся. Спокойная работа. Не вошел первый раз в сервисный режим. Пробуем еще раз и еще раз пробуем. Бывает и такое. Ничего страшного в этом нет. Модуль полностью рабочий. Сделано множеством автомобилей уже. Вот вышло сообщение. Запись флэш. Окей. Выходим из сервисного режима. Главное реле. Бензонасос отработал. Выбираем 60 минус 2. И запускаем. Вот пожалуйста. Форсунки. Катушки. Катушки потому что там модуль. Там две только. Два сигнала на катушке идут. Вот пожалуйста. Все работает. Можно блок отдавать. Да и не забываем на блоке отрезать 58-ю ногу. Вот она. 60, 59, 58. Третья нога слева в среднем ряду. Потому что электрики все равно из разъема не отрезают провод. И начинают звонить и говорить, что у нас ничего не запускается. Так что ломаем прямо здесь. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok